Благословение и мир А затем Поистине спокойствие в сердце Наличие в нем безмятежности и радости Устранение тревоги и печали Это то, к чему стремится каждый И это то, что делает жизнь прекрасной Путей достижения этого несколько Религиозный путь Путь, соответствующий вселенским законам И практический путь Но только верующим идут на воспользоваться всеми путями А не верующие, если пользуются каким-либо путем и способом Тратя на это все свои силы Все же лишены множества других способов Которые полезнее, надежнее и лучше по исходу В этом трактате Я упомянул некоторые причины и способы Приводящие к этой высочайшей цели Являющейся предметом устремления каждого Среди людей есть такие Которые воплотили много из этих причин И зажили прекрасной жизнью Прибывая в благоденствии и благополучии Некоторые же потерпели неудачу Во всевозможных причинах и способах И зажили несчастной жизнью Прибывая в бедах и тягостях А часть других людей находится между этими двумя категориями Благополучие и несчастье которых Распределено сообразно мудрости Всевышнего и Великого Господа А к успеху приводит лишь Аллах И только к нему следует обращаться с просьбой Одарить добром и уберечь зла Во-первых Во-первых Вера и праведные дела Самая значимая причина Которая лежит в основе всего Вера и праведные дела Всевышний сказал Верующих мужчин и верующих женщин Которые поступили правильно Мы непременно одарим прекрасной жизнью И вознаградим за лучшее из того Что они совершали Всевышний Аллах обещал каждому Кто совместит в себе веру и праведные деяния Одарить прекрасной жизнью в мире этом И вознаградить прекрасным образом в мире вечном И причина тому очевидна Ведь следствием правильной веры Являются праведные деяния И такая вера Облагораживает сердца Доводит до совершенства нравственные качества Приводит в порядок религиозные и мирские дела Именно поэтому верующие обладают Всеми принципами и причинами Посредством которых они обретают радость и ликование А также избавляются от тревог Печалей и забот Когда верующих постигает то, что им доставляет радость Они принимают это с благодарностью Выражают признательность за оказанную ими милость И используют дарованное на то, что приносит им пользу Когда же они используют дарованное Аллахом таким образом Это влечет еще большее ликование Обеспечивает сохранность и благодать посланных щедрот И даруется многое другое Значительно превосходящее то, чем они обладают А когда верующих касается вредоносной и неприятной тревоги и печали Они встречают их померным противодействием И прикладывают возможные силы для уменьшения их степени тяжести И терпеливо переносят то, что их постигло Таким образом, тягости и беды, постигающие верующего человека Вырабатывают в нем стойкость Учат его практичным способом противостояния И он извлекает из всего этого полезный опыт То есть это оборачивается для него благом в мирских делах Но, кроме того, это еще и благо в религиозных делах Поскольку за терпеливое перенесение тягостей И надежда на воздаяние Аллаха Раб Аллаха получает награду Все это из положительных последствий испытаний В которых сами беды, лишения и невзгоды просто исчезают Данный принцип ясно выражен в словах пророка Мир ему и благословение Аллаха Сколь удивительно положение верующего Поистине, все в его положении является благом для него И никому не дано этого, кроме верующего Если что-нибудь радует его, он благодарит Аллаха И это становится для него благом Если же его постигает горе, он проявляет терпение И это тоже становится для него благом Хадис передал муслим Пророк миру и благословение Аллаха поведал, что верующий всегда останется в выигрыше И благо, и плоды его дел приумножаются Независимо от того, постигли его невзгоды или же он пребывает в благополучии Поэтому ты можешь увидеть, как двоих постигают одни и те же блага и беды Но каждый, в зависимости от своей веры и своих деяний, совершенно по-разному их воспринимает Человек, обладающий верой и совершающий благие дела, благодарит Аллаха в радости и проявляет терпение в беде Он надеется на то, что очень скоро Аллах одарит его благополучием и избавит его от несчастья, которые выпали на его долю Все это помогает верующему легче переносить любые тяготы, и у него зарождается радость Исчезает печаль и беспокойство, а несчастная жизнь превращается в прекрасную земную жизнь Неверующий или слабонервный, когда ему даруется благо и то, что он доставляет ему радость Отвечает на этот добродетель Господа неблагодарностью, высокомерием и непокорностью Он связывает эти блага со своими заслугами Натура такого человека отклоняется от естества Он становится заносчивым, самодовольным и высокомерным человеком И начинает воспринимать милости и щедроты Господа с животническим страхом и жадностью Несмотря на благополучие и наличие всяческих мирских благ Сердце этого человека лишено чувства удовлетворения и покоя Ибо он всегда подвержен всяческим переживаниям С одной стороны, сердце терзается страхом потерять то, что ему любо И тем, что его имущество может подвергнуться ущербу С другой стороны, душа не знает предела Она всегда стремится обладать большим И это вызывает новые переживания Получится ли достичь желаемого или нет Но даже если он достигает того, на что рассчитывал То опять же впадает в прежние переживания, что он лишится этого А когда на его долю выпадают невзгоды и беды И вот тут же охватывает досада Он погружается в печаль, страх, тревогу и нетерпение Его жизнь становится несчастной Подобное состояние влечет различные нервные и душевные болезни А вечное ожидание опасности доводит его до крайней степени депрессивного состояния Таким образом, его жизнь становится мрачной и тяжкой А все потому, что у него нет надежды на вознаграждение И он лишен терпения Которое помогло бы утешить и спокойнее переносить потрясение Помянутое можно наблюдать в реальности И если ты поразмышляешься над этим примером Затем применившего к людям То обнаружишь огромную разницу между верующим Поступающим в соответствии с требованиями веры И тем, кто таковым не является Объясняется это тем, что религия призывает человека к чувству удовлетворенности Тем уделам, которые его наделил Аллах И теми разнообразными благодеяниями и милостями, которыми Аллах почтил его Поэтому, когда верующего постигает испытание болезнью Или нуждой и тому подобным То силой веры, довольства и удовлетворения тем, что его наделил Аллах Он остается довольным и радостным Его душа не требует то, что ему не было предопределено И смотрит на того, кто пребывает в худшем положении И не смотрит на того, кто выше него Вполне возможно, что радость, ликование и спокойствие этого человека Будут превосходить на состояние того, кто достиг всевозможных мирских благ Но лишенного чувства удовлетворенности А что же касается человека, который не выполняет требования веры То, когда он оказывается испытан бедностью Или у него не получается достичь некоторых намеченных целей Он начинает чувствовать себя крайне несчастным И считает, что он попал в тяжелое положение Противоположность ему у человека с правильной верой Стойким духом и внутренним спокойствием Когда его постигает нечто, вызывающее тревогу и страх Он находит в себе силы решить те трудности, которые на него нагрянули И вкладываются в решение мыслями, словами и делами Такой идеологический подход внушает человеку спокойствие и крепляет его душу С лишенным верой человеком дело обстоит наоборот Когда потрясения касаются его, он становится обеспокоенным Втревоженным, нервы накаляются, а мысли оказываются рассеянными Его охватывает страх и тревога Внешне и внутренне становятся окруженным беспокойством и тревогой Если такие люди лишены врожденных качеств, помогающих стойке приносить превратности судьбы То они полностью теряют силы, а нервно-психические напряжения еще более усиливаются А все потому, что они лишены веры, которая приказывает к проявлению терпения во всем Особенно в времени взгод и бед И каждый раз, когда человек оказывается в затруднительном положении Отсутствие страха перед опасностью и решительностью в поступках Качества, которые могут в себе воспитать как праведник, так и грешник Как верующий, так и неверующий Точно так же, как нет между ними различия в некоторых врожденных качествах Которые помогают человеку противостоять страху И менее болезненно его переносить Однако верующий отличается от остальных силой своей веры Терпением, упованием на Аллаха, надеждой на вознаграждение И прочими чертами, которые превосходят такое качество Как отсутствие страха перед опасностью и решительностью в поступках Разница между верующими и неверующими в перенесении бед Подчеркивается в следующих словах Всевышнего Если вы, о верующие, страдаете То они неверующие страдают так же, как и вы страдаете Но при этом вы надеетесь получить от Аллаха то, на что они не надеются Следовательно, только верующие обладают всеми упомянутыми качествами в совокупности И поэтому он легче всех переносит трудности и более стойкий перед страхом У верующих особая помощь и поддержка от Аллаха Благодаря чему они избавляются от всего скверного и неприятного А что касается терпения, которое является основой любого начинания То Всевышний Аллах сказал Будьте терпеливы, ибо Аллах с терпеливыми